Добрый день! Я сегодня буду готовить фруктовый рис в тыкве. Вчера мой супруг делал тыквенные оладьи, вот из такой тыквы. И вот эта часть у нас осталась, и мы сегодня ее будем использовать. Для этого нам понадобится 6 столовых ложек риса. Я предварительно замочила за 10 минут в горячей воде. Также нам понадобится 2 столовых ложки изюма, 10 штучек кураги и тыква. Предварительно я вот эту часть с тыквой немножко сняла мякоть, для того, чтобы стенки стали тоньше. И еще лимончика добавим для вкуса. И это все мы можем смешивать вот в такой емкости. Вот сюда я сейчас добавляю изюм. Мы перемешиваем с рисом. Также добавляем в тыкву, кусочек лимончика, курагу добавляем. Это все мы сейчас перемешиваем. И добавляем в тыкву. Не добавляем много вот этой смеси в тыкву, где-то примерно половинку. Потому что рис наш будет набухать. Сейчас я все сюда перемешаю. Вот, посмотрите. Сюда же мы сейчас добавим столовую ложку сахара или по вкусу. Так же. А еще добавлю немножко корицы. Немножко. Для мяса. И это все я перемешаю 100 граммами сливок. Если у кого нет сливок, можно молоко. И потом еще добавить сливочного масла. Вот. Это все мы перемешали. И теперь мы можем тыкву помещать вот в такой рукав. И это все мы сейчас вот так вот завяжем. Так. И теперь наша тыква идет в духовку. Берем формочку, ставим. Все. Духовку выставляем на 180 градусов. И вот мы тыкву достали из духовки. Посмотрите, как красиво. Я думаю, что это будет очень вкусно. Сейчас я вскрою наш пузырь. И посмотрите. Это не только вкусно. Это очень полезно. И красиво. И очень вкусно. Приятного аппетита. Готовим всей семьей. Тыква готовилась. Полтора часа.